Главнее всего погода в доме, а члены республиканского женсовета добавляют и гармония в семье. В Чебоксарах подвели итоги проекта «Гармония в доме. Высшая реальность семейного счастья». Напомню, проект женсовета Чувашия в прошлом году был поддержан на федеральном уровне о том, что удалось сделать. Его участникам за последние полгода узнавали мои коллеги Галина Титарчук и Андрей Спиридонов. Мама, мама, надоело мне одно играть. Книжку можешь прочитать? Ой, подожди, подожди. Завтра что у нас? Подожди. Мама дома, мамы нет. Мама вышла в интернет. Знакомая ситуация. Часто бывает, родители забывают не только поиграть с ребенком, но даже поинтересоваться, как прошел его день в саду или в школе. В итоге каждый член семьи живет своей жизнью. Формально семья есть, а на деле ее нет. Помочь мамам и папам построить настоящую счастливую семью решили члены республиканского женсовета. С каждым годом мы уже больше проекта придумываем женсоветом и стараемся как можно лучше, больше привлекать сюда детей и самих родителей. Воспитание в семье надо начать с родителей. Как ведут себя, как показывают родители в семье, естественно, ребенок что-то в основу берет. В образовательный проект включились пять детских садов и пять школ республики. Своими наработками участники программы поделились на круглом столе. К примеру, в Чебоксарском детском саду номер 182 решили сплотить взрослых и детей с помощью народных традиций. Программа «Моя семья» представляет из себя систему занятий с родителями. Всего проводится 20 занятий с родителями детей, начиная с 3-4 лет. На этих занятиях родители знакомятся с системой категорий и ценностей семейного воспитания. Программа заложена идея воспитания на социокультурном опыте, то есть приобщения взрослых и детей к народным традициям. В столичном детском саду номер 14 возрождают семейные театры. Одними из первых, кто поддержал эту идею, стала семья Васильевых. И взрослые дети с удовольствием включились в игру. Ни замысловатые костюмы, ни сложные декорации, простой текст. Когда семья занята одним общим интересным делом, времени на ссоры просто не остается. Главное, я думаю, любить своих детей. Чем заниматься? Театр или танцы, спорт или музыка? Это уж куда вот ребенка тянет. Сближает, укрепляет семью совместное участие в постановках и в конкурсах и в спектаклях. Это очень важно, чтобы у семьи было свое какое-то общее дело, общее занятие, которое всем очень близко, интересно и которое давало бы удовлетворение им всем. О своих семейных занятиях рассказал и Максим Кузьмин. Его небольшая пока семья вместо скучных вечеров у телевизора предпочитает увлекательные походы и поездки. В этом году Максим с женой и шестилетним сыном в составе поискового отряда выехали в Севастополь. Участвовали в настоящих раскопках. Молодой отец убедился, что образ жизни и личный пример воздействуют на ребенка сильнее любых слов. Стараемся по мере возможности. Если какие-то мероприятия городские происходят, велопробеги, обязательно всей семьей пойти и тоже поучаствовать там. Ездим на слеты туристят. У нас это не первый раз. Мы в палатках постоянно живем. Это еще сплачивает боли, когда ты живешь на природе без всякого быта. Все инициативы, которые были реализованы за полгода, лягут в основу следующей программы женсовета. Главная цель которой – помочь родителям создать в семье обстановку взаимной заботы, уважения, любви, открытости и доверия. Галина Тесарчук, Андрей Спиридонов, Республика.